Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. Несмотря на то, что осень унылое и скучное время года, настоящий садовод всегда найдет, чем заняться в своем саду. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о таком интересном занятии, как размножение растений одревесневшими черенками. Наверняка многие из вас помнят весенний ролик про размножение одревесневшими черенками кустарников и декоративных растений весною. А сейчас я вам расскажу о некоторых особенностях позимнего черенкования. Естественно, могут возникнуть сразу вопросы, почему мы какие-то растения будем черенковать весной, а какие-то мы предпочтем осенние сроки. Этому есть свои объяснения. На самом деле большинство растений, которые черенкуются позимние сроки, обладают хорошо древесневшими побегами, с маленькой сердцевиной. Они отличаются высокой зимостойкостью. И кроме того, это особенно важная особенность, эти растения очень рано трогаются в рост весною. Именно поэтому следует отдать предпочтение позднему осеннему сроку черенкования, поскольку весной многие из вас не успеют просто заготовить черенки в хорошей стадии. Какие же это растения? Это такие виды, как черная смородина, которую многие из вас любят и часто выращивают в своих садах. Это красная смородина. Из декоративных растений это могут быть такие виды, как калина. Кстати, съедобную калину тоже можно черенковать в подзимние сроки. Это могут быть различные виды чубушника, поскольку они тоже имеют склонность к раннему распусканию почек. Это пузыреплодник. Что еще важно учесть при подзимнем черенковании? Этому способу следует отдать предпочтение, если вы живете в районе, где частые весенние засухи. Поскольку хорошо увлажненный с осени черенок, он имеет больше шансов укорениться, если мы его нарезаем именно осенью. Сейчас немножко остановимся подробнее на технике нарезки черенков. Заготавливаем мы черенки с хорошо развитых растений. В качестве примера у нас послужит актинидия коломикта. Это растение, кстати, тоже предпочтительнее черенковать именно в осенние сроки, поскольку сроки распускания листьев на ней очень ранние. У нее скрытые почки весной очень рано распускаются и повреждаются при втыкании черенка в грунт. Для заготовки черенков мы срезаем побеги толщиной не менее 5 мм. Естественно, лучше брать черенки из верхней части кроны, которая хорошо освещена. Кроме того, следует учесть, что для заготовки одревесневых черенков берутся только однолетние побеги, то есть это однолетний прирост. Это ветки, которые начали свой рост именно весной этого года текущего. Вот мы срезали эту ветку. Обратите внимание, что толщина сердцевины нарезанной ветки не должна превышать половину диаметра самого черенка. Это очень важное условие именно при подзимнем черенковании. Чем больше сердцевина рыхлая, тем больше вероятность того, что черенок наш загниет в осенне-зимний период. Нарезаются черенки чуть длиннее, чем при черенковании весною. В среднем длина таких черенков должна быть около 15-20 см. И как минимум на них должно быть 3 или 4 почки. Но если это растение с супротивным расположением почек, то должно быть 3-4 пары почек. Ну и общее правило при нарезке черенков. Нижний срез делается косой для того, чтобы черенок было проще втыкать в землю и проще ориентироваться. Верхний делается прямой, чтобы была меньше площадь среза, которая может заливаться водой и может загнивать. Ну вот такие тонкие концы, их обычно уже не черенкают. Поскольку в зимние сроки укорениться у таких черенков шанс очень маленький. При заготовке черенков черной смородины важное значение имеет поврежденность маточных растений почковым клещом. Этот опасный вредитель повреждает не только саму почку, но и находящееся внутри неосодержимое. Соответственно, если вы заготавливаете побеги на черенки с признаками повреждения этим вредителем, такие черенки имеют мало шансов на укоренение. Поэтому отбираются здоровые полноценные побеги, из которых мы нарезаем черенки. Ну опять же, правило, не меньше 3-4 почек должно быть в черенке. И самая тонкая верхушка, она выкидывается, потому что укореняемость у нее будет невысокая. Точно таким же способом нарезаются для черенкования черенки красной смородины. В принципе, никаких особенностей здесь нету. Единственное, что из-за большей величины междоузлей чаще всего получается, что у нее 3 почки на всю длину черенка. Но в целом длина черенка должна быть приблизительно такая же. Особенностью черенкования калины и других растений с супротивными почками является то, что у нее достаточно большие междоузлия. У чубушника это уже самое. Поэтому у калины режется обычно 2-3 пары почек. После того, как мы заготовили черенки, самое время посадить их в грунт на укоренение. В принципе, эта работа проводится, как правило, в сжатые сроки. Можно ее проводить вплоть до самого замерзания почвы. Ну, как, собственно говоря, и нарезку черенков. Черенки втыкаются в подготовленный грунт практически на всю свою глубину. Над поверхностью оставляется только самая верхняя почка. Если почва на вашем участке глинистая, достаточно тяжелая, то рекомендуется для облегчения работы предварительно делать дырочку в земле палочкой небольшого диаметра, чтобы снизить вероятность повреждения черенка при втыкании, чтобы почки у него не повреждались. Ну, поскольку у меня здесь песчаная почва, то можно втыкать, в принципе, в грунт сразу. Если в вашей местности обычным явлением являются бесснежные морозные зимы, то, естественно, такие посадки рекомендуется укрыть воздушно-сухим укрытием. Что это может быть? Это может быть укрытие из опавшего сухого листа, либо срезанной травы, каких-то многолетников, которая прикрывается поверху полиэтиленовой пленкой, и толщина этого укрытия не должна превышать 10 см. Больше, в принципе, нет необходимости делать укрытие. По краям пленка либо присыпается чуть-чуть землей, чтобы ее ветром не сдувало, либо прижимается камешками. Как правило, очень часто возникает вопрос, следует ли обрабатывать наши черенки стимуляторами корнеобразования. При укоренении таких растений, как смородина, актинидия, тополя, ивы, в них необходимости нет. Их следует применять для трудноукореняемых растений. К ним относятся, как правило, хвойные растения, и часть красиво цветущих кустарников, например, сирень, рододендроны. Вот эти растения действительно нуждаются при черенковании, в использовании стимуляторов корнеобразования. Весною, после стаивания снега, либо при наступлении устойчивой теплой дневной погоды, укрытие снимают, лист разгребают, и по мере необходимости растения поливаются. Точнее, это еще не растения, это наши черенки. Когда вы увидите, что на черенке распускаются почки и начинают расти молодые побеги, в принципе, это сигнал к тому, что у растения уже появились корешки. Чаще всего это происходит, как правило, в условиях Беларуси это происходит середина-конец мая месяца. Иногда это бывает начало июня, в зависимости от того, насколько позднее начало весны. При выборе места для размещения грядки с нашими черенками следует сделать разумный выбор и отдать предпочтение легким почвам, желательно с доступом воды для полива при необходимости. Иногда все-таки черенки приходится поливать для укоренения лучшего. Ну и также желательно, чтобы на этом месте была возможность установить притенку, поскольку весной чаще всего солнце бывает очень яркое и черенки наши могут страдать от засушения. Надеюсь, что мои советы вам помогут. Спрашивайте, задавайте вопросы в комментариях. Буду рада ответить на них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok